Сегодня в Акурде президент Касымжомар Токаев принял делегацию ООН. Глава государства в очередной раз подтвердил приверженность Казахстана к объединению усилий с Организацией Объединенных Наций в деле укрепления мира и обеспечения безопасности. Президент Казахстана выразил признательность дипломатам за активное участие в международном форуме Астана. Там второй день работает наш столичный корреспондент. Удалось ли и зарубежным экспертам и ученым построить диалог? И каковы итоги этого форума, расскажет Динара Нургалиева. Несмотря на пасмурную погоду, в сердце столицы разворачиваются жаркие дискуссии. В Конгресс-центре свою работу завершает первый международный форум Астана. Последние два дня этот зал стал площадкой для уникального диалога между бизнесменами и учеными, экспертами в области зеленой энергетики, углеродной нейтральности и искусственного интеллекта. Сегодня основным лейтмотивом стало партнерское сотрудничество. Мы заинтересованы в работе с США, китайскими компаниями, европейскими компаниями. Россия наш стратегический партнер. В 21 веке нам нужна новая парадигма, в которой будет баланс интересов всех стран. Средние державы сегодня ищут свой путь через трудности. И я думаю, что и это означает, что у них появится новый набор навыков. Это, прежде всего, строить партнерство очень быстро. Этот казахстанский форум не только объединил Восток и Запад, но и целые континенты. Одним из специально приглашенных гостей был бывший президент Эфиопии Мулат Эйшоме. Африка, конечно, все еще очень бедный регион, но мы стараемся отойти от этой бедности. Но, к сожалению, слишком много вызовов стоит перед нами. Если нет стабильности и мира в любой стране, речь не может идти о каком-то развитии. Целый блок панельных сессий был посвящен экономическим кризисам, возникшим в условиях геополитической напряженности. Поиск решений этих проблем и привлечения инвестиций лег в основу встречи. Хочу также отметить, что тематическая палитра здесь разнообразна. К примеру, в соседнем конференц-зале обсудили происходящие расколы в обществе из-за так называемых фейк-ньюс. То, что проблемы связаны с распространением недостоверной информации, очень серьезные. Это первый тезис. Второе, что с этим надо что-то делать. Надо предпринять меры и со стороны государства, и со стороны общества, чтобы с этим бороться. Женское лидерство, доступное образование, креативный подход в решении проблем нехватки воды и земельные вопросы. Эти темы оказались общими для всех стран-участниц этого форума. Состоялась и специальная сессия высокого уровня между генеральным директором ВТО, доктором Нгози Аконжи Ибеллы и правительством Казахстана. Интерес у зарубежных коллег вызвала презентация книги американского экономиста Нуреэля Рубини, который предсказал кризис 2008 года. Свою рукопись автор посвятил нашей стране, а именно тем политическим реформам, которые обсуждает весь мир. Резюмируя, отмечу, участники этого мероприятия ожидают, что форум станет ежегодным событием. Динара Нургалиева, Дидарья Леуф, Информбюро, Астана.